Тема не новая для нас, антиаритмические препараты, префрабляция предсердия. Но проблема в том, что выступает человек, который очень много лет заведовал специализированным отделением 29-й городской больницы. Да, я правильно излагаю ситуацию. Именно отделением, которое занималось на весь город нарушением ритма. И вот Алексей Дмитриевич, профессор, доктор медицинских наук, сейчас перед вами, собственно говоря, и выступит, а я передаю ему слово. И то место, на котором я сижу, он вполне может занять. Пожалуйста. Вы себя там не поняли. Да, я себя вижу. Добрый день. Значит, стрелочкой, если вам нужно ее взять, стрелочку, то на нее можно вам будет вжать. Ага. Сейчас я научусь. Все отлично. Окей. Давайте начнем. Тема действительно очень большая. Час, который я там здесь отложил, можно было и не уложиться. И, скорее всего, я бы не уложился, если бы не поставил себе специальные ограничения. Сделать, с одной стороны, попытку некой академичности, потому что это аудитория, это мероприятие, это общество, это очень важно для жизни города общество. И хочется быть, и хочется соответствовать ему. А с другой стороны, хочется уделить внимание вопросам практики, что тоже, в общем, важно. И вот между академичностью, доказательностью и практикой я попробовал сформулировать все мысли, о которых я вам сегодня расскажу. Сейчас я научусь переключать. Все, научился. Спасибо. И этими кнопками. Да, спасибо большое, Андрей Ильич, спасибо за то, что пригласили меня сегодня выступать. Я действительно много лет работал в 29-й больнице, я ведал отделением кардио-реанимации, и также являюсь профессором кафедры фокурецкой терапии 2-го года института, а сейчас работаю в клинике Чайка. Некий план на его доклада будет состоять из того, что мы сегодня расскажем очень коротко, о ключевых механизмах развития фибрилляции предсельдий. На этом не будем долго останавливаться, потому что это базовые знания, которые и так все знают. Несмотря на то, что они пытаются пересматриваться время от времени, в целом суть остается такой же. Ну и рассмотрим, какие вообще бывают антиритмические препараты, и посмотрим две разные классификации, тоже очень коротко, потому что одна из них прекрасно известная, а другая настолько массивная, что на ней невозможно остановиться. Мы поговорим вообще о лечении фибрилляции предсельдий, о том, какие мы задачи решаем, вопрос, что нам надо делать с пациентами с фибрилляцией предсельдий. Мы поговорим о стратегии контроля ритма, и поговорим о том, каким пациенту назначать антиритмические препараты, каким, может быть, и назначать. Поговорим о выборе разных антиритмических препаратов у разных пациентов. Поговорим о том, что лучше в настоящее время антиритмические препараты или процедура абляции. И очень короткий раздел, посвященный возможным ошибкам, как я считаю, в моем личном представлении, возможным ошибкам в использовании антиритмических препаратов. Ну что, давайте начнем. Ключевых механизмов фибрилляции предсельдий. Ну, в первую очередь, надо сказать, что фибрилляции предсельдий способствуют очень много разных обстоятельств, таких, как генетические предисположенности, разные сердечно-сосудистые и несердечно-сосудистые заболевания. Триггером для фибрилляции предсельдий нетки являются электролитные нарушения и гипокаремия. И в первую очередь, основным путем, по которому развивается фибрилляция предсельдий, является процесс ремоделирования предсельдий, образование элементов фиброзной ткани, которые приводят к тому, что в предсельдиях возникают фокальные этапические возбуждения, способствующие развитию эпизодов фибрилляции предсельдий. А в дальнейшем, по мере прогрессирования болезни, по мере нарастания структурных изменений в сердце, основной механизм развития аритмии занимает механизм реэнтри, который образуется на фоне, на базе субстрата и измененного субстрата в предсельдиях. Основным электрофизиологическим механизмом развития аритмии является, как считают многие авторы, уменьшение эффективного рефракторного периода, то есть того момента, когда клетки кардиомиоцидов в предсельдии совсем не возбуждается, вот чем этот период меньше, тем скорее может возникнуть фибрилляция предсельдий. Механизм, как я и сказал, связан с тем, что развивается эктопический фокус, обычно он развивается вокруг устья легочных вен, и обычно, когда аритмия только начинается и носит обычно чаще всего пароксизмальный характер, именно очаг вокруг легочных вен является тем самым эктопическим фокусом, где стартует аритмия, откуда рождается триггер наличия фибрилляции предсельдий. С прогрессированием болезни, с постепенным переходом от пароксизмальной в персистирующую, дальше в перманентную форму, широта развития субстрата увеличивается, и все больше тканей предсельдий становится вовлеченной в процесс образования аритмии, и тогда уже это разные по своей структуре механизмы повторного входа, механизмы реэнтрии. Это, может быть, сначала одноконтурный реэнтрии, то есть одна петля, а потом, когда аритмия становится перманентной, в дело вступает механизм многоконтурного реэнтрии, когда много разных очагов возбуждения, много разных петель возбуждения, и тем самым это позволяет аритмии максимально долго удерживаться в виде аритмии. Какие бывают вообще антиаритмические препараты? Я тоже сейчас здесь зайду на почву базовых институтских знаний, но все-таки мы чуть-чуть по ним пройдемся. Классическая, хорошо всем известная классификация еще аж с 1970 года антиаритмических препаратов. Препараты 1, А, Б и С класса, или, как хорошо известно, натриевые блокаторы, которые блокируют натриевый вход, репуляризацию, к ним относятся прокаинамид, хинедин, как препарат 1, А класса. Надо сказать, что этот препарат 1, А класса действует и на кардиомиоциты желудочков, и на кардиомиоциты предсердий, и поэтому их логично использовать в лечении фибрилляции предсердий. Сейчас поговорим, в каком месте. Препараты 1, Б класса воздействуют только на кардиомиоциты желудочков, поэтому обычно не используются в лечении фибрилляции предсердий. Мы сегодня про них вообще говорить не будем. Блокаторы медленного входа натрия в клетке, препарат 1, А класса, фликенид, пропофенон, обычно как раз используются для лечения, больше лечения фибрилляции предсердий, хотя в последнее время все чаще, например, фликенид, находит место в лечении желудочковых тахикардий. Бета-блокаторы блокируют, как понимаете, бета-рецепторы, воздействуя на промежуток реполяризации, удлиняя его прекрасно всем известный класс препаратов. Третий класс – это блокаторы калиевых каналов, амидороз, эталол, какие-то там еще новые другие прибавились. Это вообще уникальный препарат, особенно амидорон, о нем мы подробно поговорим, потому что, пожалуй, в лечении фибрилляции предсердий они наиболее интересны, наиболее важны, потому что вот эта вот часть, сейчас мы на нее посмотрим потенциал действия на поверхности кардиоамиоцита, как раз та самая часть важная, которая отвечает за удлинение рефракторного периода, она блокируется амидороном и столом, удлиняется амидороном и столом. Ну и блокаторы калиевых каналов тоже иногда используются для лечения фибрилляции предсердий, особенно если бета-блокаторы противопоказаны. Ну вот тот самый потенциал действия и те точки приложения разных антиритмических препаратов. Вот здесь вот действуют препараты первого класса, да, вот здесь вот самое интересное место действия препаратов третьего класса, потому что как раз вот опять же за счет вот этого колена происходит самое эффективное воздействие на блокирование фибрилляции предсердий. Ну еще раз, короткая схема о том, как важно, чтобы препараты антиритмического действия удлиняли эффективный рефракторный период, это их типичнейшее действие по предотвращению фибрилляции предсердий. Все они, ну пожалуй, кроме первого С-класса, максимально эффективно именно воздействуют на удлинение эффективного рефракторного потенциала периода. Новая классификация 2018 года, не буду на ней подробно останавливаться, интересно, что туда включили все другие препараты, которые появились к тому моменту и которые существовали ранее и относились к препаратам другого типа, но тоже имеющие антиритмическое действие. Например, вот класс 0, это хорошо всем известный препарат, и вабрадин, который воздействует на IF-токи в синусовом узле, появился в классификации препарат класса 1D, это ренолазин, который совсем не антиритмик, но обладает антиритмическим действием. Класс 2 получил сфорологическое продолжение в виде других препаратов, которые воздействуют на частоту сердца, только не только уменьшая ее, но и увеличивая частоту сердца. Это и атропин, и спаламин, и изопротеренол. Ну и туда же вошли препараты, которые воздействуют на аденозиновый рецептор. Это аденозин, который тоже используется в лечении нарушений сердечного ритма. Что еще нового? Появился совершенно новый препарат Вернокалант, мы о нем сегодня немножко поговорим. Появились очень интересные соединения, которые, казалось бы, должны быть очень логичными для лечения фибрилляции претезы, но пока они не одобрены. Это вот блокадка препарата третьего С-класса, блокады каналов G-I-R-K. Как по логике кажется, что они очень логично должны воздействовать на именную фибрилляцию претезы, а не на какую-то другую аритмию. Но пока они тоже еще где-то на стадии изучения. Отдельно разбит четвертый класс на много разных подтипов. Туда же еще раз вошли фликоренит и пропофенон с первого С-класса, перекричевав, потому что они также воздействуют и на кальциевые каналы. Ну, если этой логике придерживаться, то многие препараты можно внести в разные классы. Ну и вот отдельный класс это разные другие препараты, которые могут менять электрологические структурные потоки. Статины, амиратрижирные кислоты, нибитер АПФ тоже. Ну, такая забавная классификация. Во всяком случае, не в классификации, как мне кажется, дело, а дело в логическом понимании применения каждого конкретного препарата на практике. Здесь я перечислил те препараты, которые наиболее часто используются для лечения именно фибрилляции предсердия. Первый АК это прокраинамид, первый С-класс фликоренит, пропофенон. Фликоренида сразу замечу нет в России. Во всяком случае, кажется, пока он на стадии регистрации где-то находится, может их кто-нибудь поправит. Бета-блокатор и дегоксин второй класс формально. Третья класса, амиродород, дранидород, столовый, дефитилит, вертоколанг. Часть из них тоже отсутствует в России. Четвертый класс, вертоколимодзилтезезен. Не очень много препаратов. В общем, арсенал антиохимических препаратов не такой уж большой. Я расскажу еще о некоторых других по ходу сегодняшней лекции. Итак, что мы хотим от пациента с фибуляцией пресердии? Какие мы задачи решаем? Конечно, нам для каждого пациента с сердечно-сосудистым заболеванием хочется сохранить ему жизнь или продлить ему жизнь. И это в первую очередь. Во вторую очередь хочется улучшить самочувствие и улучшить его функциональный статус. Что надо делать с пациентами с фибуляцией пресердии? Во-первых, в отношении улучшения выживаемости мы можем предпринимать некоторые действия с этими пациентами. Например, устранить аритмию у пациента с нестабильной гемодинамикой. Это, несомненно, спасение жизни пациента. Мы можем параллельно с лечением фибуляции пресердий снижать его сердечно-сосудистые риски. Это тоже поможет удлинить ему жизнь. Но в основном, основные воздействия, а уж если говорить о применении антиаритмических препаратов, основные воздействия с использованием антиаритмических препаратов касаются сохранения хорошего самочувствия пациента. Не про один антиаритмический препарат, строго говоря, нет доказательств, что он улучшает у пациента выживаемость. Ну, если мы не говорим о немедленном спасении жизни у пациента с нестабильной гемодинамикой и лечении желудочковых аритмией. Мы говорим о пациентах с фибуляцией пресердий. Устранение аритмии, сохранение синусового ритма – это в первую очередь сохранение хорошего самочувствия пациента. И это очень важно помнить, используя на практике антиаритмические препараты. Это тоже очень важная часть жизни, потому что фибуляция пресердий, хотя на короткий момент не влияет на жизнь пациента, но зачастую является очень плохо переносимой болезнью. И, собственно, когда мы оцениваем те тактики, которые мы будем подходить к пациенту, мы должны понять, а насколько пациент страдает от аритмии. И я сейчас не буду подробно рассказывать о том, что есть тактика или стратегия, вернее, контроля ритма, когда мы стараемся сохранить синусовый ритм, и контроля ЧСС, когда мы стремимся не устранять аритмию, а сделать меньшую чистоту сердца. Вот когда мы решаем, какую из этих стратегий выбрать, а это очень важное решение, мы должны учесть очень много факторов. Мы должны учесть, насколько пациент плохо переносит аритмию. Мы должны увидеть, насколько аритмия сопровождается другими сопутствующими заболеваниями, как часто она возникает, удается ли нам удерживать целевое ЧСС, небезопасно ли лечить пациента антиаритмическими препаратами. Все вот это нужно учитывать, принимая первое решение в отношении пациента, какую стратегию мы выберем. Стратегию контроля синусового ритма или стратегию уменьшения ЧСС. Вот, собственно, клинические рекомендации, строчку из которых я привел на этом слайде, говорят о том, что стратегия контроля ритма, то есть применение антиаритмических препаратов, используется в первую очередь для симптомных пациентов, то есть пациентов, у которых ярко выражены симптомы, применяются для улучшения качества жизни и уменьшения симптомов. И поэтому вот на той схеме, которую я здесь показал, вы можете видеть, что чем более выражены симптомы, которые мы можем оценить по шкале МЭХРа, например, можно и по другой шкале, но рекомендуют использовать шкалу МЭХРа. Чем более выражены симптомы, чем хуже пациент переносит аритмию, тем скорее мы назначим ему антиаритмический препарат. Если пациент бессимптомный, то можем, наверное, этого делать, не всегда даже этого делать. Если у пациента максимально выраженные структурные изменения сердца, клапанные пороки, выражена гипертрофия левого желудочка, огромные размеры левого претердия, мы скорее применим тактику контроля ЧСС, а не восстановление и удержание синусового ритма. Если мы не можем достичь, если мы можем хорошо достичь целевой ЧСС на фоне фибрилляции претердий, то мы скорее выберем тактику контроля ЧСС. У пациентов пожилого возраста, или очень пожилого возраста, у пациентов с огромной частотой фибрилляции претердий, с огромными выраженными сопутствующими заболеваниями, с долго существующей или часто персистирующей аритмией, мы тоже скорее выберем тактику контроля ЧСС, чем использование антиаритмических препаратов или контроля ритма. Через этих важных задач, которые мы решаем в отношении пациента, есть одна, о которой нужно сказать прямо особо, это устранение аритмии. Вот то, чем занимаются врачи в том отделении, где я провел больше 20 лет своей жизни, это устраняют пароксизм и фибрилляции претердий, восстанавливают синусовый ритм, работают в рамках стратегии контроля ритма. Мы поговорим сейчас об этом, о том, какие препараты использовать и как подходить к восстановлению синусового ритма. Назад, назад. Когда надо купировать фибрилляцию претердий, когда надо восстанавливать синусовый ритм? Ну, если у пациента пароксизмальная форма фибрилляции претердий, короткий, коротко существующий пароксизм, это надо делать, если аритмия не проходит самостоятельно. Сейчас я покажу, что это часто проходит самостоятельно. Если длительность приближается уже к 48 часам, то одну сроку, когда тактика может поменяться. Если у пациента выраженные симптомы, он плохо переносит аритмию. И если нестабильная гемодинамика. У пациента с персистирующей фибрилляцией претердий тоже надо подумать иногда о восстановлении синусового ритма, когда аритмия длится больше 7 суток. Выраженные симптомы, нестабильная гемодинамика, связанная с аритмией. Если мы видим, что пациент имеет на фибрилляции претердий предпосылки к прогрессированию сердечной недостаточности. Это тоже очень важно. Если мы видим, что у пациента уже была сердечная недостаточность, если есть исходная низкая или пограничная фракция выброса, мы скорее такому пациенту будем бороться за синусовый ритм. Мы устраним аритмию, даже если она долго существовала. Ну и если он не может эффективно контролировать синусовый ритм. Это тоже один из таких вариантов. При длительно персистирующей фибрилляции претердий выраженность симптомов тоже будет для нас важным аргументом к тому, чтобы сохранять восстановлению синусового ритма. Выраженность сердечной недостаточности, особенно сердечная недостаточности с низкой фракцией выброса. Это важнейший аргумент для того, чтобы пациент имел синусовый ритм. Прямо очень важно, чтобы пациенты с низкой фракцией выброса стремились иметь синусовый ритм, чтобы их врачи стремились, чтобы пациенты имели синусовый ритм. Даже у пациентов с постоянной фибрилляцией претердий можно иногда пытаться устранять ритмы, тоже когда мы не можем добиться целевого ЧСС, когда у пациента низкая фракция выброса. Что важно перед восстановлением ритма, перед устранением ритми? Во-первых, надо всегда учитывать предпочтение пациента, всегда тактику обговаривать с пациентом. Очень важно оценить антикоагулянтный статус пациента, понять, принимает пациент в настоящий момент антикоагулянт или нет. Это такая отдельная история. Сегодня мы почти вообще не будем касаться антикоагулянта. Это длительная лекция про фибрилляцию претердий. Эти слова антикоагулянта не будет вообще. Мы должны учитывать прежний аритмический опыт. Первый пароксизм фибрилляции претердий – одна тактика. Часто повторяющийся пароксизм – другая тактика. Ну и учитывать структурные изменения сердца, сопутствующие заболевания – ЭБС, гипертофию левого желудка, клапанные пороки сердца и так далее. Перед восстановлением ритма иногда очень важно убедиться в стабильности и отсутствии электролитных нарушений. Иногда рутинной тактикой во многих учреждениях является предварительной. Зачастую это само по себе является триггером к появлению аритмии, так и возможностью просто само по себе устранить аритмию. Разные антиаритмические препараты и их эффективность. Вот здесь столбики – это частота восстановления синусового ритма на фоне разных-разных антиаритмических препаратов. А два крайних левых столбика – это частота спонтанного устранения аритмии. Через 12 часов – 66%, через 48 часов – почти 70% пациентов сами купируются, восстанавливаются синусовым ритмом. И зачастую иногда при стабильной гемодинамике не надо бежать, сломя голову и устранять аритмию. Вполне можно подождать. Зачастую часто аритмия проходит сама. Если у пациента относительно неплохая переносимость, стабильная гемодинамика, то не надо бежать, устранять аритмию. Флекоинит довольно часто, папуфенон еще чаще, вернокалант не очень часто, амидарон. В общем, смотрите, многие антиаритмические препараты довольно эффективны в устранении аритмии, и, собственно, поэтому используются. Вот схема, которую я лично придумал, по тому, как мы должны выбраться тот или иной антиаритмический препарат. Не я ее придумал, я ее просто на основании тех имеющихся знаний сконструировал. Мне кажется, она очень простая. Если у пациента есть ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, чековест, накардия, то это пациент, которому надо использовать или электроимпульсную терапию, или амидарон для устранения аритмии. Если у пациента нет ни того ишемической болезни сердца, мы должны оценить, а если у него ХСН, если у него есть ХСН, особенно тяжелый, особенно с низкой фракцией выброса, то это тоже пациент, которому надо использовать электроимпульсную терапию или амидарон. Если у него нет хэссент, есть ли у него структурные изменения сердца, выраженная гипертрофия, клапанные пороки, аневризма. Если что-то из этого есть, то тоже нужно использовать эмиродорон или электроимпульсную терапию. Очень важно, что электроимпульсная терапия – это очевидный и абсолютный выбор по устроению аритмии у пациента с нестабильной гемодинамикой. То есть, если у пациента стойко низкое артериальное давление с признаками гиперфузии ткани, удушья, сопровождающаяся фибрилляцией предсердия, боли в груди на фоне фибрилляции предсердия, нарушение ментального статуса, в оборах потери сознания, все это формальная нестабильная гемодинамика и устранение аритмии в этом случае только с помощью электроимпульсной терапии. Никаких медицинских препаратов использовать не надо. Электроимпульсная терапия устраняет аритмию в секунду в этом случае. Все остальное гораздо дольше. Если взять пациентов без структурных изменений сердца, без ХСР, без ЭБС, то в нашем арсенале, как препараты первого класса, есть вернокалант на бумаге, фликенид пропофенол в виде внутривенного введения и фликенид пропофенол в виде перорального введения. Вот сейчас мы о них поговорим. Вернокалант мы о нем поговорим очень кратко, потому что, начиная снизу, препарат не зарегистрирован в России. Хотя удобный и эффективный препарат для устранения аритмии. Антиаритмический препарат, который преимущественно действует на предсердие. И ингибирует предсердно-селективные токи калия. И хотя относится к формальным препаратам третьего класса, потому как он еще и действует на натриевые токи, скорее можно относиться к препаратам первого класса. Ой, назад, извините. Низкий риск побочных действий, не удлиняет интервал КУТЭ, вводится внутривенно, через 10 минут наступает пик концентрации в плазме. Очень удобно, быстро элиминируется из кровотока, больше 50% эффективность. Обычно только при фибрилляции плетеды, но не при трепетании плетеды, что тоже очень важно. Ну и очень редко побочные действия. Нельзя использовать при тяжелых СН. Вот, собственно, все. Препарата нет в России, хотя я думаю, что, в общем, имеет смысл бороться за то, чтобы он у нас появился. Фликенид, пропофенон. Другая история. Препарат один точно есть, другой вот когда-то был, потом, по-моему, не стало. Сейчас, может быть, снова станет. Профликенид, несколько слов. Блокирует быстрый натриевый канал, обладает эффектом первого С-класса. Воздействует в основном на кардиомиоциты желудочков, но и на претербные кардиомиоциты тоже. Хорошо купирует наджелудочковую тахикардию. Тахикардию при синдроме ВПВ тоже важно это учитывать. И сейчас рекомендован при использовании катехоларминергической желудочковой тахикардии в дополнение или как альтернативу ботоблокатору. Важно, что его можно использовать у пациентов без структурных изменений сердца. Желательно, чтобы это была недавно возникшая фибрилляция предсердий без электролитных нарушений, что же очень важно. Обладает некоторым проритмогенным действием, иногда отрицательным инотропным действием. Из-за того, что флиникоинит может преобразовать фибрилляцию предсердия в трепетание предсердия с поведением 1 к 1 или в ЖТ, его можно применять одновременно с бета-блокатором и сблокатором кальциевых каналов. Про пропофенон тоже несколько слов. Он есть и часто используется. И внутривенный пропофенон есть, и пероральный пропофенон есть. Препарат первого С-класса, как мы уже говорили. Также блокирует бета-рецепторы и обладает эффектом, таким образом, препаратов второго класса. Довольно быстро всасывается в пероральном приеме, обладает очень большой биодоступностью. Хорошей биодоступностью, особенно она увеличивается с приемом пищи. Довольно пополовину вводится с мочой, что тоже важно учитывать. Потом это мы попозже разберем. Используется для пупирования пароксизма и фибрилляции предсердий, для профилактики фибрилляции предсердий, для профилактики наджелудочковой тихикардии, для лечения опасных желудочков аритмии. Очень важно. Препарат удлиняет интервал КУТ и должен быть отменен, если КУРС расширяется больше, чем на четверть от исходного, и у пациентов с блокадной ножкой кучкогиса или иных расширениях КУРС больше, чем 120 миллисекунд. Это очень важно. У таких пациентов лучше не использовать пропофенон. Нельзя использовать у пациентов с тяжелой сердечной остаточностью, с структурными изменениями сердца, при артериальной гипотонии, печеночной недостаточности, почечной недостаточности, миостыни, электричных нарушениях. Очень важно, когда мы назначаем пропофенон перорально, проводить правильную титрацию дозы, через 1-2 недели оценить ЭКГ, для того, чтобы оценить его безопасность. Это вообще надо не забывать. Ну вот, собственно, эффективность фликоинида пропофенона и аммиадарона для купирования фибрилляции претерзий была сравнена в довольно простом исследовании. 150 пациентов с недавним пароксизмом фибрилляции претерзий, с симптомным пароксизмом. Им либо вводился фликоинид, либо пропофенон, либо аммиадарон под той схемой, которую они должны вводиться. Заметьте, что одно вводилось коротким болюсом, аммиадарон вводится сначала коротким болюсом, а потом длительной инфузией. Это всегда такая схема лечения. Ну и эффективность лечения оказалась в этом исследовании самой большой, 90% у фликоинида, 72% у пропофенона и 64% у аммиадарона. Если мы посмотрим на статистические показатели, то фликоинид достоверно был лучше, чем аммиадарон, фликоинид был достоверно лучше, чем пропофенон, а пропофенон был сравним с аммиадароном по эффективности. Но по скорости достижения эффекта фликоинид и пропофенон были, конечно, гораздо быстрее, чем аммиадарон. Для удобства использовать пропофенон в современном мире, где нет фликоинида, очень удобно. Делает это эффективно и быстро, и относительно безопасно. Ну а мы помним, что это должны быть пациенты без структурных изменений сердца. Поехали дальше. Сейчас, извините. Ну и отдельно в исследовании, в метаанализе нескольких исследований сравнивалась эффективность пропофенона и аммиадарона. 400 пациентов получали пропофенон внутривенно или перорально. У них был пароксизм менее 48 часов. 400 пациентов получали аммиадарон. И действительно, в этом метаанализе было показано, что по частоте восстановления синусового ритма и пропофенон и аммиадарон были примерно одинаковы. И по среднему времени до восстановления синусового ритма они тоже сильно не отличались. И так хорошо. Можно использовать и то, и то. Поехали дальше. Важная часть стратегии лечения пациента с фибрилляцией предсердия для устранения аритмии – это покетон пил, таблетка в кармане. Очень удобно. Пациент не ездит в больницу каждый раз, не обращается медицинской помощью, а сам принимает препарат для того, чтобы оккупировать у себя аритмию. Рекомендация говорит о том, что у отдельных пациентов с нечасто повторяющей фибрилляцией предсердий, недавно возникшей фибрилляцией предсердий, без признаков структурных изменений сердца или ИБС, должен быть рассмотрен подход разового сопротивляетного приема фликаинида или пропофенона перорально для кардиоверсии, но только после оценки эффективности или безопасности. То есть очень важно, что если вы решаете для какого-то пациента выбрать такую тактику, назначить ему таблетку в кармане, то первый раз таблетку в кармане он должен получить под вашим надзором, например, в стационаре или в отделении какого-то наблюдения, чтобы оценить эффективность, безопасность приема этого препарата. Ну вот, собственно, ретроспективное исследование, которое проверило безопасность стратегии Покетон-Пил, было проведено в Петербанском университете, довольно свежее исследование, 273 пациента получали такую стратегию, 150 получали фликаинид в разных дозах, 120 получали пропофенон тоже в разных дозах, 89% пациентов, у которых синус-форитм восстановился, у 11% не восстановился, потребовалась кардиоверсия. Больше половины первую дозу приняли, как это положено, под наблюдением врача. Нежелательные явления были довольно редки, 2%, притом у 7 человек, у двух из них, только у двух из них под наблюдением врача не развелись, у большинства все-таки, когда неправильно назначали. Обморок, брадикардия, трепетание протисердия, один к одному. Все нежелательные явления возникли на фоне высокой дозы, либо пропофенона, либо фликаинида. Ну, пропофенон рекомендован в рамках тактики Покетон-Пил, либо 450 мг, либо 600 мг. Ну вот, на 450 мг не находили никаких побочных действий. Значит, 450 мг – вполне хороший выбор для многих пациентов. Вернемся к нашей картинке. Серая зона – это лекарство прокайномид и неферидин. Прокайномид, который так часто использовался много лет до этого и до сих пор тоже часто используется. Как написано про него в литературе, известен с 50-х годов, но стал мало использоваться для сомнительного профиля безопасности и появления новых антиэтнических препаратов. Вытеснен старичок новыми препаратами. Однако, однако, назад, однако, несмотря на это, прокайномид в довольно интересном недавнем исследовании прокама оказался лучше, чем аммиадарон для купирования стабильной желудочковой тахикардии. То есть, я думаю, что, может быть, мы будем свидетелями возвращения прокайномида в клиническую практику. Препарат 1-го А-класса, гибирует быстронатриевые каналы, используется в основном для лечения желудочковых аритмий, фибрилляции предсердий, криптани предсердий, аритмии при синдроме ВПВ тоже надо не забывать, что его можно использовать. Действительно довольно опасный препарат, если его применять неправильно. Ну, то есть, правильно – это когда мы мониторируем КГУ пациента во время введения прокайномида. Неправильно – это когда мы вводим и бросаем пациента, и забываем про него. И все осложнения, в основном, возникают именно тогда, когда препарат вводят и отворачиваются от пациента, что, к сожалению, раньше часто бывало, в московской скорой – это такая рутина – вводить прокайномид без КГ-мониторирования. Да, вот нужно КГ-мониторирование, так действительно и написано в правилах, и важно во время кГ-мониторирования следить за интервалом КУРС, который не должен быть сильно расширен во время введения препарата. Эффективность прокайномида была изучена в исследовании RAF2, рандомизированное слепое исследование в один из центров Канады. Сравнивали эффективность устранения фимуляции предсердий, прокайномид плюс электроимпульсная терапия или только электроимпульсная терапия. Две группы рандомизированных пациентов было, эффективность была одинакова, то есть что на фоне лекарства с электроимпульсной терапией, что на фоне плацебо с электроимпульсной терапией с одинаковым числом 92-96% восстановился синусоморитм, после прокайномида синусоморитм восстановился у 52% пациентов, после плацебо у 9% пациентов. И интересно, что прокайномид оказался, несомненно, лучше тактики только электроимпульсной терапии, если это был первый пароксин фибрилляции предсердий, если это был относительно молодой пациент, меньше 70 лет, и если это было относительно недавнее начало фибрилляции предсердий. Почему бы не использовать прокайномид на практике? Ну, в общем, если использовать с умом, то это относительно эффективный и относительно безопасный препарат. Мне кажется, в первую очередь он дискредитировал себя использованием с ошибками. Неферидил. Уникальная история. Это отечественный препарат, придуман в кардиоцентре. Относится к препаратам третьего класса, подавляет калиевые токи, а также кальциевые токи входящие, удлиняет репаляризацию рефракторных периодов, в предсердиях и в желудочках. Мало снижает ЧСС. В общем, на самом деле, во многих больницах Москвы его используют. И, насколько я знаю, врачи отзываются о нем восторженно. Говорят, какой-то прекрасный препарат. Исследование, которое провели его авторы, это было 134 пациента с фибрилляцией для питания предсердий, с персистирующей фибрилляцией предсердий, то есть дающейся больше 7 дней. Он в этом отношении, в первую очередь, был изучен и вводился в виде трех болюсов последовательных с интервалом каждые 15 минут. Половина пациентов восстановила после первого болюса, 62% после второго, 85% после третьего болюса, и при этом 100% пациентов с терпитанием предсердий оказались на синусу в ритм после введения миниферидила. Интересно, что довольно часто встречались побочные действия. У одного пациента удлинения КУТЭ с пробежками неустойчивой полиморфной ЖТ, и у пяти пациентов с пробежками неустойчивой мономорфной ЖТ. Ну, то есть больше 4,5%. Почему на практике, мне кажется, он не очень удобен, и почему в некоторых обстоятельствах я бы его не использовал? Авторы пишут, что с учетом потенциального риска развития параэритмических эффектов и особенности фармакокинетики, препарат должен использоваться в условиях постоянного мониторирования ЭКГ в течение не менее 2 часов. То есть мы ждем отдаленных побочных неблагоприятных эффектов от эфролона, от неферидила, а значит пациент должен лежать 20 часов в отделении интенсивного наблюдения. Ну, это неудобно ни для пациента, ни для, мне кажется, страховых компаний. Хотя в российских условиях иногда на это не так внимания обращают. Ну, для пациента уж точно неудобно 20 часов лежать по кардиомониторным наблюдениям, когда можно это сделать гораздо быстрее, все уйти из отделения пассивной терапии. Но если... То почему бы и нет? Важно только для персистирующей фибрилляции предсердия. Поехали дальше. Мы закончили на купировании фибрилляции предсердий и будем говорить о стратегии контроля ритма. И, собственно, о том, как удерживать синусовый ритм у пациентов с фибрилляцией предсердий. Что важно, как мне кажется, знать. Некоторые положения. Первое. Антиаритмические препараты не влияют на исходы, не продлевают жизнь, но улучшают симптомы. А эффективность их в целом, так глобально, для удержания синусового ритма не очень высокая. Даже самая успешная антиаритмическая терапия может только уменьшить частоту ритм в фибрилляции предсердий, но не устранить их полностью. И очень важно помнить, что использование антиаритмических препаратов сопряжено часто с проаритмогенным эффектом, с экстракардиальными полочными действиями. И при назначении антиаритмических препаратов врач в первую очередь должен думать о безопасности лечения, а не о его эффективности. Безопасность на первом месте. Кому мы должны удерживать синусовый ритм? Кому назначать? Симптомная аритмия с высоким эхором, с плохой переносимостью. Если нет серьезных сопутствующих заболеваний, связанных с высоким риском усложнения. Возможно назначать после процедуры абляции на короткий период, пока есть там некая нестабильность на картрите. Когда мы это будем назначать? Когда мы обсудили с пациентом внутри себя и выбрали стратегию контроля ритма. Чаще всего не после первого эпизода фибрилляции претенда. При фибрилляции претенда, где больше 48 часов, можно рассмотреть назначение антиаритмического препарата до кардиоверсии, чтобы повысить эффективность кардиоверсии. Так тоже можно сделать. Как мы выберем препарат? Что для этого нужно? Мы должны перед назначением оценить ЭКГ. Длительность интервала ПКРС очень важна. А перед назначением мы должны понимать, есть ли у пациента структура заменения сердца. Наличие серьезных сопутствующих заболеваний, знать фракцию выброса, знать о перенесенном инфаркте. Внутри себя соотнести риск и пользу. Что мы хотим от этого препарата получить? Насколько польза перевешивает риск? Ну и при хорошей эффективности, но проблемах с переносимостью, надо выбирать препарат из того же класса, если есть такая возможность. Мониторинг безопасности. Очень важно. Контроль ЭКГ-параметров в каждую важную точку для каждого препарата. Очень важно стараться избегать комбинации антиэритмических препаратов и периодически оценивать органно-токсичность. Это в первую очередь касается аминодорода. Вот схемы из клинических рекомендаций по назначению антиэритмической терапии. Мы по-разному чуть подходим к пациентам с пароксизмально присустирующей постоянной формы или у пациентов, у которых есть сердечная остаточность или у пациентов, у которых нет сердечной остаточности. Обратите внимание, мы каждую свою стратегию обсуждаем с пациентом. Обратите внимание, что аблация может использоваться наравне с антиэритмическими препаратами, особенно если это пациенты с структурными изменениями сердца и с сердечной недостаточностью. Тогда можно совсем обходиться без антиэритмиков. Ну и если эффективность антиэритмических препаратов нехорошая, мы должны либо усилить антиэритмическое лечение, перейти на более эффективный препарат, либо все-таки выбрать аблацию. Каким пациентам, какие антиэритмические препараты и, собственно, для чего? Вот схема, по которой мы будем стремиться работать. Как мы уже говорили, что мы оценим разные сопутствующие заболевания, выберем пациентов без структурных изменений сердца, или наоборот, пациентов со структурными изменениями сердца, и у пациентов с отсутствующими структурными изменениями сердца, вот эта вот самая левая картинка, вот здесь у нас есть выбор в качестве дронидаронов, ликоинида, пропофенона, саталола или абляция. Саталола, обратите внимание, на самом худшем месте, как класс 2b. У пациентов с ХСН или структурными изменениями сердца нету пропофенона, нету фликаинида, есть дронидарон и амидарон, есть тоже саталол, как класс 2b. Ну и у пациентов с ХСН, с низкофракцибоса, остается только амидарон, и у каждой группы препаратов как альтернатива абляция. И мы можем перейти на другой препарат или выбрать абляцию, если это такая необходимость. Про препараты. Сначала про самый плохой из них. Ну плохой, давайте так в кавычках, про самый низкоклассовый. Саталол. Часто используемый препарат, я на самом деле в своей практике его использовал часто и регулярно, и до сих пор использую. Важно понимать только то, что этот препарат надо использовать правильно и стремиться к контролю безопасности. Препарат 3-го класса с эффектом препарата 2-го класса. Интересно, что он имеет дозозависимые эффекты, и в низких дозах скорее ведет себя как бета-блокатор, а когда мы дозу повышаем, то проявляются его аритмогенные эффекты. Тем самым аритмогенные эффекты, проаритмогенные, проаритмическое действие препарата проявляется уже на фоне его бета-блокирующего действия, то есть на низкой частоте, что скорее всего будет способствовать удлинению интервала КУТ и высокому риску развития опасных желудочковых аритмитов АСАДАПУА. Стопроцентная биодоступность, печёночный метаболизм, не подвергается печёночному метаболизму, почти весь переводится почками, поэтому очень важно у пациентов с низким пересом креатинина уменьшать дозу и уменьшать кратность приёма препарата. Довольно часто вызывает желудочковую тахикардию тип пюреат. Очень важно следить за интервалом КУТ, и при интервале КУТ больше 450 вообще нет ни стартователла, а при интервале КУТ больше 500 и удлинении больше чем на 60 миллисекунд снижает дозу и удлиняется интервал между приёмом препарата. Но его нельзя использовать в переверженной гипертрофии левого желудочка, в их эссенском фракции образа и в низком клеерисе креатинина. Сотолу безопасность его изучалась в нескольких исследованиях. Вот шведский регистр, 45 тысяч пациентов, которым назначались либо аммиадарон, либо сотолол, либо дранидарон, либо флеклинид, либо дезапирамид. Не меньше года наблюдались эффективность, безопасность препаратов. Первичные события это была аритмическая смерть, успешная реанимация, РЖТ, эксплуатация кондиверта, для дранидарона была лучше, чем для сотолола, а для флеклинид была такой же. Смерть от всех причин для дранидарона была лучше, чем для сотолола. И даже для флеклинид была лучше, чем для сотолола. Исследование, к сожалению, не показало ничего в отношении аммиадарона, там ничего не получилось техническим отношением аммиадарона, но, по крайней мере, мы видим, что сотолол по своей безопасности не самый лучший среди других антиаритников препарат. Если уж выбирать, то выбирать, строго контролируя его безопасность. Аммиадарон самый частый, самый известный, самый знакомый. Уникальный препарат, потому что, с одной стороны, он является формальным препаратом третьего класса, но обладает также антиатетическими свойствами всех других классов, потому что воздействует понемножку на все каналы, влияя почти на всю проводящую систему сердца. Эффективен как в отношении фибрации препарат, так и в отношении желудочковых аритмий. Обладает уникальной фармакокинетикой, потому что, зная моего фантастической липофильности и способности долго накапливаться, это требует долгого подбора дозы. Очень важно, что эффект достигается от двух дней до трех недель, а в среднем это составляет больше, чем месяц. У аммиадарона, к сожалению, много внесердечных побочных действий, сейчас мы об этом отдельно будем говорить. Важно, что он безопасен у пациентов с сердечной и остаточностью, является, пожалуй, единственным препаратом, который может использоваться в пациентах с сердечной и остаточностью. Немножко снижает ЧСС, но очень важно, что не должен использоваться препарат для снижения ЧСС, как препарат первой линии для снижения ЧСС. Ну и очень важно, что для аммиадарона надо строго контролировать интервал КУТЭ, мы все это хорошо знаем. Внесердечные и побочные действия аммиадарона, ну, про сердечные и понятно, удлинение КУТЭ, АВ-блокады, то тоже мы часто встречаем. ЭКГ надо контролировать каждые 6-12 месяцев, а первый раз снять ЭКГ через 4 недели после начала лечения аммиадароном. Он стремится следить за печёночной функцией, контролировать каждые 6 месяцев печёночные трансаминазы. По необходимости показывать пациента офтальмолу, потому что мы знаем, что бывают отложения в роговице и невропатизмотизм нерва. Фиброз лёгких возникает тоже, к сожалению, нередко, и поэтому надо раз в полгода в год делать либо функциональный тест дыхательный, либо сделать рентген лёгких, оценивать функцию щитовидной железы каждые полгода. И перед назначением аммиадарона надо знать не только ЭКГ, но и ещё уровень ТТГ, печёночных ферментов, рентген лёгких. Желательно показать пациенту окулисту. Всё это очень важно, потому что аммиадарон – прекрасный антиаритмический препарат, но плохо своей внесердечной опасностью. Кроме того, аммиадарон вместе с другими препаратами, которые могут удлинять интервал КУТЭ, такие как Сотолон, например, Дефитилит, часто взаимодействуют с другими некардиологическими препаратами, которые тоже могут удлинять КУТЭ. Тоже важно об этом помнить. Это некоторые противорвотные средства, это некоторые нейролептики, это некоторые антибиотики, и это, например, лаперами. Надо помнить, что совместное использование одних с другими может быть потенциально опасно. Мы уже говорили, дренидарон я пользовался им один раз в своей жизни, потому что там, конечно, прекрасный препарат с совершенно невероятной ценой. Ну, какая-то фантастическая цена. Но при этом дренидарон – это аналог аммиадарона без молекулы йода. То, что мы боимся для аммиадарона, на здесь считаю, для железы, то мы не боимся для дренидарона. Действует примерно так же. В каких-то местах он даже считается, что может действовать мощнее аммиадарона. Быстрее возникает у него эффект действия, ну, потому что у него нет молекулы йода, и потому что он не такой из-за этого липофизма. Меньше экстракардиальных осложнений, довольно хороший профиль безопасности, однако его совершенно точно нельзя использовать у пациентов с тяжелых ЭСН или ЭСН с низкой фракцией выброса, там повышается риск смерти. Ну, при никаких исследованиях. И желательно не использовать с другими препаратами, которые влияют на этот же цитохром, что и дренидарон, такие как ферпомил, дилтиазем, добегатран, дегоксин. Не надо его использовать в пациентах с сниженной функцией почек. Но если вдруг доведется его использовать, потому что, опять же, дренидарон такая редкая птица в нашем фармакологическом мире. Но при этом и в исследовании, где сравнивалось эффективность и безопасность дренидарона против аммиадарона, было показано, что, вот видите, там было несколько разных метааналий, с нескольких разных исследований, аммиадарон против плацебо, дренидарон против плацебо, и в одно исследование прямое их сравнение. И вот видно, что эффективность в отношении предупреждения фибрилляции претензии для аммиадарона была лучше. Частота смертей от любой причины была одинакова, что для аммиадарона, что для дренидарона. А вот побочных действий, потребовавших отмена препарата, было, конечно, гораздо меньше на фоне приема дренидарона. Это совершенно очевидно. Если есть возможность, если есть очевидная необходимость при пациенту принимать мощный антиаритмик, то вместо аммиадарона можно использовать дренидарон. Тяжелая сердечная недостаточность. Прямо отдельная история, я уже говорил, что очень важно для таких пациентов удерживать синусовый ритм. Очень много пациентов с тяжелой сердечной остаточностью и с низкой фракцией выброса имеют фибрилляцию претензии по разным причинам, но очень часто у них врачи не стремятся к синусовому ритму. И это как бы не разрывает тот порочный круг, которым живут эти пациенты. И для таких пациентов есть много доказательств того, что аммиадарон был очень хорош, но в современном мире появилась абляция. И вот для таких пациентов оказалось, что абляция может быть хорошей альтернативой, лучшей альтернативой аммиадарона. Исследование относительно старого 2016 года, в котором сравнивалось проведение абляции, используя аммиадарон у пациентов с низкой фракцией выброса с тяжелой микропиха 2-3 и имплантированным кардиоверторным фибриллятором. Пациенты рандомизировались один к одному, либо к абляции, либо к аммиадарону, два года наблюдались, лечились. Резидив фибрилляции предсердий, обратите внимание, гораздо чаще происходил на фоне приема аммиадарона. На фоне абляции синусовый ритм удерживался гораздо лучше. При том, что среднее число процедур абляции было 1,4, то есть примерно 1,5 абляции за пациента. И в разных центрах эффективность абляции была от 30% до 60%. При этом абляция по сравнению с аммиадароном была связана с меньшей частотой смертельных исходов и с меньшей частотой имплановой госпитализации. То есть самый мощный антиаритм для таких пациентов, единственный антиаритм для таких пациентов оказался хуже, чем абляция. Это же было подтверждено в метаанализе этих исследований. Здесь большой метаанализ, 18 разных исследований, в которых сравнивалась разная антиаритмическая терапия, в первую очередь с аммиадароном и абляцией. Я бы, конечно, отдельно рассказал об исследовании Кастл, где, пожалуй, поставлена точка в том, где вместо абляции, вместо аммиадарона у этих пациентов. Но вот посмотрите, несколько разных исследований. Во всех, если взять на круг все исследования, абляция оказалась лучше, чем антиаритмические препараты. У пациентов отдельно с ХСН, которые исследовались, абляция оказалась лучше, чем антиаритмические препараты. И у пациентов, у которых не было ХСН, абляция была примерно с ними сравнима. И если посмотреть на эффективность, на частоту возвращения аритмии у всех этих исследований, у 18 исследований, то эффективность абляции была несравненно лучше, чем использование антиаритмических препаратов. Другой похожий метаанализ, единственное его отличие, там взяли те исследования, где пациентов долго наблюдали, как минимум год. Та же самая история, абляция эффективна по сравнению с антиаритмическими препаратами, а по частоте неблагоприятных событий, при том, обратите внимание, это те неблагоприятные события, которые связаны и с абляцией, и с приемом антиаритмических препаратов. Тут и сосудистые осложнения в виде гематомы, кровотечения из места пульса, псевдоневризмы, выпадов перикар, дистаноз гаучных вен, тромбоэмболии, брадикардии, синкопы, питание притягивания и энкодомы, это все, чему свойственно и тому, и другому. И вот по эффективности, по безопасности абляция была не хуже, чем антиаритмическое лечение. И при том, чем современнее мир, чем дальше он идет, тем абляция становится все совершеннее и совершеннее, как мне кажется. Ну и, подходя к концу, я все-таки расскажу о некоторых, как мне кажется, о ошибках в лечении. И начнем мы с лапоконитин гидробромиды, с хорошо известного лапинина. Я давно считаю этот препарат, я никогда не скажу плохим, я скажу, что этот препарат неизучен. До сих пор, этот препарат-то уже лет 50, он до сих пор, как мне кажется, считается неизученным. У меня много есть личных споров с авторами этого препарата и с его адептами. Это препарат первого С-класса, давно применяющийся, но не было хорошо организованных, грамотно проведенных клинических исследований по его оценке эффективности и безопасности именно при фибрилляции предсезий. Он был рожден как препарат для лечения желудочковых орицей, экстрасистов в первую очередь. То есть, при фибрилляции предсезий очень плохо изучен, как мне до сих пор кажется, хотя я знаю сейчас, во всяком случае, в зарегистрированных исследованиях на сайте Минздрава есть несколько исследований о эффективности и безопасности этого препарата. Мы их ждем с нетерпением, может быть, они прольют свет на его эффективность. Все, что пока мы при него знаем, ничего вменяемого. То есть, мы много знаем, но ничего того, чтобы можно было сказать очевидно. Вот есть моя статья, которая обозревала в 2016 году все исследования, касающиеся этого препарата. Есть мнение профессора Конорского из Краснодара, который эту статью обругал, сказал, что в современной клинической ситуации, видимо, непродуктивно направлять усилия на дискредитацию давно и успешно применяемого на штане уникального отечественного антиоклинического препарата по причине отсутствия у него доказательные базы, полученные, ну, даже сам профессор Конорский говорит, что у него нет доказательной базы, полученные в крупных исследованиях, даже не в крупных исследованиях, к сожалению, исследования проведены некачественно. Можем вместе потом это где-нибудь обсудить, это такая отдельная история. Качественность проведения исследований с лапоконитином и гидобробином. Какие еще я считаю ошибки? Рутина в Москве, например, это то, что скорая помощь выезжает на вызов пациента с адресией предсердий, вводит ему амиадарон, а потом через 2 часа приезжает для контрольного осмотра пациента. Мы уже знаем, как действует амиадарон, что он действует не 2 часа, а как минимум 5, а то и 6, даже больше. То есть, в общем, непонятно, зачем скорая приезжает так быстро. Это зряшкие траты сил, средств, бензина и вообще наших денег. Вот был метаанализ исследований, в которых сравнивалось с интервентом амиадарон и плацебо, докупирование в пациенте предсердий и эффективность амиадарона превысила эффект плацебо только через 6-8 часов и через 24 часа, но не через 2 часа. Как будто специалисты сделали это исследование, это метаанализ для московской скорой. Что еще важно из ошибок? Забывать учитывать почечную и печеночную функцию при назначении антиохимических препаратов. Мы это очень часто забываем и очень часто не мониторируем почечную и печеночную функцию. Есть препараты, для которых нужно знать и оценивать, и мониторировать почечную функцию. Сотолол, пропофенон, фликоинит, атенолол, бисопровол, гоксин. Есть препараты, которым нужна коррекция печеночной недостаточности. Амиадарон, пропофенон, фликоинит, метфрол, кородилол. Надо об этом не забывать. Еще одна история. Это избыточное частое применение бета-блокаторов при популяции предсердий, особенно в рамках стратегии контроля ритма. Ну, смотрите, у нас есть, я, к сожалению, делал такой маленький мультик из этой картинки, но ничего, сейчас так и расскажу. Как мы можем использовать бета-блокаторы? Где мы обычно их используем? Когда мы контролируем ритм пациента, там бета-блокатор для контроля ритма не используется. Совершенно точно известно, не буду сейчас отвлекать мнение, время, он хуже всех других антиаритминов. Бета-блокаторы не годится для контроля ритма. Где же может использоваться бета-блокатор? Точка 2. Для контроля ЧСС, чтобы ЧСС на фоне фимуляции предсердий был меньше. Действительно, почти место бета-блокатора здесь точно неоспоримо, вот прям железобетонно забито, скорее всего. Хотя есть множество данных из надежных исследований о том, что он действует хорошо, но есть еще вот такие данные. Вот смотрите, недавние исследования, относительно недавние у пациента с сердечной недостаточностью, которым назначали либо дегоксин, либо бесопролол. Постоянная фибрляция предсердий, одышка на уровне них и 2 и выше. Рандомизированные исследования невысоких доз бесопролол дегоксина. Как первичная конечная точка, там оценивалось качество жизни пациентов по разным опросникам. Оно оказалось сравнимо. Ну как вторичная конечная точка, сравнивалось также переносимость эритмии. Так вот, переносимость эритмии по шкале МЭХРа на фоне дегоксина заметно улучшилась у 53% пациента и почти не улучшилась на фоне бесопролола. Уровень антипробиенпи на фоне дегоксина был меньше, чем на фоне бесопролола. Средняя ниха на фоне дегоксина была меньше, чем на фоне бесопролола. И часто неблагоприятных событий на фоне бесопролола была катастрофической по сравнению с дегоксиной. Надо думать. В современных рекомендациях бета-блокатор плюс дегоксин. Может быть, для пациентов с КСМ, особенно с охранной фракцией выброса, где, согласно современным подходам, бета-блокатор вообще необязателен, все-таки дегоксин на первое место. Ну и где еще можно использовать бета-блокатор? Как у некоторых пациентов, которые выбрали статегию контроля ЧСС, иногда синус-ритмы чередуются в реакции председей, или мы один раз восстановили синус-ритм, первый бароксизм, и назначаем бета-блокатор у пациента синусовым ритмом. Вот бета-блокатор у пациента синусовым ритмом. Хорошо это или нет? В общем, считается, что относительно неплохо. Мы даже раньше говорили, что чем меньше ЧСС, тем больше человек живет. Вот есть интересный подход к тому, что агрессивное уменьшение ЧСС на фоне бета-блокаторов может быть хуже. Там простой механизм. Чем меньше ЧСС, тем больше объем наполнения председей, тем больше давление, конечно-эстрическое давление и в председях, и в желудочках. И оказалось, что на фоне приема бета-блокаторов, на фоне синус-ритма повышается уровень МТПР-БНП, происходит перегрузка председей желудочков и может ухудшаться течение сердечной остаточности. Более того, ухудшается фибрация председей. Не зря было исследование при гипертонии, в котором сравнивался лазартан с бета-блокатором. На фоне бета-блокатора чистота фибрации председей значительно увеличилась. Я уж не говорю про всякие другие побочные действия. Поэтому сильно сомнительно место бета-блокатора, рутинное место бета-блокатора у пациента с синус-ритмом. Однако, да, есть место, где бета-блокаторы обязательно должны использоваться. Низкая фракция выброса, явный ЭБС, недавно перенесенный инфаркт, другие какие-то очевидные показания. Например, бета-блокатор, четвертая линия для лечения гипертонии. Ну и, да, возможно, контроль ЧСС, чтобы оно было меньше, чем 110. Я заканчиваю. Ура. Несколько слов в конце. Выбирая тот или иной антиэритмический препарат, нужно не забывать о тех состояниях, при которых он может быть потенциально опасен. И в современных условиях выполнение катетерно-абляции может быть более чем адекватной заменой даже самому лучшему антиэритмическому препарату. Спасибо большое. Давайте посмотрим вопросы, какие были. Много было вопросов. Кроме жалоб в мою дикцию, были еще и вопросы. Так, какой вы видите коррекцию гипогликемии? Гипокалиемии. Гипокалиемии. Гипокалиемии, я думаю, проводить надо тогда, когда есть какие-то предпосылки для того, чтобы она возникла. Рутинная коррекция гипокалиемии не нужна. Но если мы знаем, что есть какие-то для нее предпосылки, ну, не самое простое, пациент принимает диуретические препараты, или пациент перенес какую-то острую инфекционную болезнь с возможной потерей электролитов, почему бы не прокалорировать калиемию? Ну, и при каждом пароксизме фибрилляции предсердий, ну, надо обязательно мониторировать уровень калия. Так, и там тоже что-то про можно ли прием вирошпиронную. Ну, рутинно, наверное, не надо, потому что вирошпирон тоже не витаминка, это препарат, у которого есть побочные действия. Понимая, что пациент обычно принимает и без того много разных препаратов, назначать ему какой-то специальный препарат не надо. Если у пациента есть гипокалиемия, известная гипокалиемия, это другая история. Просто так вирошпирон я бы не назначал, да даже так же не назначал бы, как их называют, эти вот препараты с калием. Панангина, аспарка. Знаете, сколько калия в таблетке панангина? Много. Одна десятая банана. Ну, да, в общем, в банане 10 таблеток панангина в одном. Там столько калия. Судность экупирования фибрилляции предсердия у пациентов, которые уже принимают все или иные классы антиритмических препаратов в постоянном режиме. Прекрасная история. Как мы помним, чем меньше мы сочетаем антиритмических препаратов, тем безопаснее для пациента. Поэтому, если пациент уже что-то принимает антиритмическое, то мы можем, наверное, использовать либо тот же препарат. Например, пациент принимает пропофенон, можно использовать пропофенон как почетенпил. Или пациент принимает амидарон, можно использовать амидарон как способ экупирования эритмии. Но я бы для таких пациентов скорее предпочел бы использовать электроэнергетическую терапию как максимально простую, максимально эффективную способ пеппирования аритмии и, главное, безопасность. Чем меньше сочетание, тем лучше. – Как я иди. – А? – После потекам ПИЛ вопрос надо повторять? – Несколько часов. – Нет, вопрос повторить сюда. – А, долго ли длительность, быстро ли действует ППФЕНОН при операльном приёдке, правильно я понял? – Если, сейчас, ещё раз, сколько времени принимать антиаритмический препарат, как я понимаю, после купирования пароксизма? – Это две разные задачи. Одна – купировать пароксизм, другая – использовать длительный антиаритмический препарат для профилактики пациента. Мы можем купировать пароксизм, но не использовать антиаритмический препарат. Если пароксизм очень редкий, например, ли первый, не обязательно использовать антиаритмический препарат для профилактики следующего пароксизма. Если вы считаете, что пациенту нужна стратегия контроля синусово-ритма, тогда надо будет думать об антиаритмическом препарате. Если считаете, что не нужна, можно остаться без антиаритмического препарата. Так, это мы уже отработали. Какова рациональная терапия брать формы фибрилляции предсердия или, возможно, какие-либо сочетания антиаритмических препаратов? Ну, еще раз. Чем меньше сочетания антиаритмических препаратов, тем лучше. Вопрос, а зачем мы должны лечить брать формы фибрилляции предсердия антиаритмическим препаратом? Потенциально почти все они уменьшают ЧСС, может быть, парпофенон в меньшей степени, но если нам очень нужно сохранить синусово-ритма такого пациента, прям вот обязательно сохранить синусово-ритма. Пациент даже брать формы плохо переносит или у него есть сердечная иностаточность, хотя, не знаю, может быть, выбрал бы абляцию или бы ничего бы не выбрал. Сложно сказать. Чем меньше антиаритмических препаратов при братья аритмии, тем лучше. Я напомню классическую форму для этой патологии. Если можешь не лечить, не лечи. Прекрасные слова. Можно ли у пациента со структурными изменениями сердца и редкими приступами фибрилляции предсердия использовать таблетку аммиадарона как таблетку в кармане? Ну, давайте вспомним, что аммиадарон накапливается до своей эффективности в качестве регулярного приема в течение месяца. Поэтому таблетку в кармане использовать можно, только она не поможет. И, скорее всего, аритмия сама пройдет. Поэтому у аммиадарона нет его опции, как таблетку в кармане. Для купирования пароксизма только внутривенный аммиадарон, если вы его используете. А для таблетки в кармане в России только есть паркшенон. Значит, я правильно цифры у вас увидел, что самостоятельное купирование через 12 часов 63%, а через 48 – 69%. То есть это ни о чем. Дополнительное. Да, да. 6% – это на погрешность. Ну, если 12 часов не купируется, то уже не купируется. Да, если 12 часов, ну, у пациента есть целых 12 часов, чтобы спокойно ничего не делать и подождать, пока пройдет само. А принятая таблетка аммиадарона, скорее всего, не подействует, а когда-то прошло само. Так, а с глазами как у нас? Там же тоже все накопительное. Нет, нет, я имею в виду с всякими там массажами глазных ябл. А, ну, вагустные… Как-то вы все это совершенно… Вагустные пробы при фибрилляции предсердия обычно не помогают. И они используются обычно при пароксизмах супервертопулярной тихикардии, на желудочковой тихикардии, тогда, когда чуть другой механизм. А вот при фибрилляции предсердия не очень эффективные. Ну, раньше-то они входили в первую линию. Ну, как-то, видимо, оказалось, что их эффективность недостаточна. То есть они как раз в эти 63%… Возможно, возможно. То есть не надо… На глаза вообще давить? Выдавливать. Не надо, да. Даже при желудочковой тихикардии не надо давить на глаза. Давить может быть. Выдавливать. Выдавливать. Да, массировать шею и там задерживать отдыхание надо при очевидных пароксизмах супервертопулярной тихикардии. Так, можно ли у пациентов… То есть это уже использовано. Вот, как вы относитесь к аллопенину, сочетание аллопенина саталола, сочетание аллопенина и бисапролола? Ну, как я отношусь к аллопенину, я сказал, как малоизученному препарату. На самом деле, среди всех тех исследований, в которых аллопенин изучался, вот так вот странно изучался, может быть, как раз его сочетание с саталолом имело какое-то клиническое значение в отношении эффективности. Но в отношении безопасности надо, конечно, проверять гораздо более серьезно, потому что аллопенин, являясь алкалоидом, не помню, какого-то растения, вызывает довольно много вне сердечных осложнений. Видите, головокружение, там чуть ли не 25% головокружения, как попочное действие аллопенина. Поэтому, еще раз, любое сочетание препаратов антиритмических сомнительное. Так, при постоянном приеме аммиадарона какая величина КУТЦ указывает на необходимость его отмена? Если после отмены КУТЦ вернется к норме, то можно ли воздавить аммиадарон? 500 миллисекунд надо думать про отмену. Но если вы решите возобновить, я думаю, что если аммиадарон считается очень важным препаратом, то можно возобновить с более тесным контролем и в меньшей дозе. Да, есть доза 100 миллиграмм, есть вот эти вот перерывы на пятницу в субботу я не очень люблю, но есть такой подход тоже, чтобы не накапливался препарат. Так, дальше. И когда аритмию онкостопически плохо переносит, можно вот эту поэтапность убрать, а при низкой фракции выброса точно сразу направить пациента на абляцию, не мучить его вот этим всем. Ну, вы моего родственника отправили на абляцию вполне здорового, малого. Ну, две операции, правда, сделают, аж и малый здоровый оказался, и пучок у него такой, труба, но тем не менее он здоров. Хорошо. Ну, абляция, это для широкого круга пациентов сейчас, при том, чем дальше, тем шире. У меня такое мнение, что антиаритмические препараты остаются, какими их придумали в 70-х годах, а техника всяких процедур и методика всяких процедур совершенствуется год от года. Это касается и абляции внутри сердца, и, например, абляции в почечных артериях, и постепенно мы будем все-таки к этому уходить. Меня с почечными артериями не трогайте. У меня сейчас диссертация там делается. В общем. Там вообще не работает. Ну, вот посмотрим потом. Не, ну, уже понятно. Окей. В гириатрии каково предельный возраст проведения абляции? Нет, 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 еще, да. Есть ограничения на проведение абляции у пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации? Кажется, что нету. Нет, вообще нет клубочковой фильтрации. Ну, да, ну, кажется. Не, ну, даже на диализе, наверное, можно сделать? Да, конечно, да, конечно. Тем более, что многие антиаритмические, как мы уже поняли, плохо переносятся. Но, наверное, это же операция-то не тяжелая. Предельный возраст гириатрии для проведения абляции я готов бы отдать любого пациента, которому это надо. У меня были пациенты за 80 лет, которых мы обсуждали с каждой хирургами, потому что пациент катастрофически плохо переносил каждый пароксинский абляции, то есть с нарастанием сердечной недостаточности нет предельного возраста, есть клиническая необходимость. Ну, я бы, как гириатр, сказал, что вообще нет никакого гириатрического возраста. Да, да. Все надо делать. Более того, гириатрические пациенты более благодарны и отвечают лучше всегда. Потому что у них больше антиаритмических препаратов, а сложная возникает. Конечно. Вы видите ли вы субъездное применение бета-блокатора и аммиадарона? Теоретически, теоретически может быть. Но смотрите, если мы говорим о пациенте с низкой фракцией выброса, то там скорее бета-блокатор, потому что там он как класс 1, а аммиадарон, такие пациенты, в класс 2b. А совмещать не очень хорошо. Поэтому если у пациента диссимуляция апельсердии и низкая фракция выброса, я бы ему назначил бета-блокатор и отправил бы его на абляцию, избегая опции аммиадарона. Или оставив аммиадарон, чтобы он сохранил на короткое время синусовый ритм, пока пациент дойдет до абляции. Аллопенин до сих пор назначают аритмологи, в очень достойных медучреждениях сочетают его с тадиксалом. Я это знаю. Это моя личность. Чего еще считает его? Сочетает его с тадиксалом. Я это знаю. Да, это... Я готов беседовать с любыми апологетами аллопенина. Считаю, что это может быть хороший препарат. Не знаю. Он просто пока мало изучен. Жаль, что не проводят исследования по аллопенину, но в многолетней практике прекрасно себя рекомендуют. Радуют попытки реабилитации дегоксина. Спасибо. Пожалуйста. А ему сколько? Аллопенин с 80-го года. С 80-го, да? Уже 43. Ну, да. Но это, к сожалению, касается довольно большого спектра препаратов, не только. Конечно. Мы обсуждаем, что их не испытывали по-человечески и продолжают не испытывать. И это ужасно. Потому что он может быть очень хорошим. Но это не значит, что его не надо испытывать. Да, я прям все очень жду, когда будет нормальный исследование. Если не будет, не будет. Пока не дадите по голове. Нужно ли назначать антиагреганты на фоне антиаритмиков? Ну, мы говорим о фибрилляции предсердия. Там места антиагрегантам почти нету. Там место антикоагулянтам. Я специально вообще про антикоагулянты, заметьте, не говорил. Потому что это другая история. Антикоагулянты при фибрилляции предсердия – это отдельная часть жизни больного. Там другие подходы. Вопрос, подход к антикоагулянтам – один, подход к антиаритмикам – другой. Может быть, фибрилляция предсердия, и пациент не получает антиаритмиков, но в силу своего высокого риска тромбомлических осложнений, он должен получать антикоагулянт. В идеале до конца жизни. Неопределенно долго это называется. Перед антикоагулянты назначаются пожизненно в этой ситуации. Потому что вы никогда не знаете, когда у вас сорвется ритм и оторвется тромб. Кроме того, есть другие факторы риска тромбоза, не только нарушения ритма, но и, например, грипп банальный, который тоже сопровождается, как вы знаете, повышением частоты ишемических инсультов. Почему? Да все то же самое, отрывается тромб из того же ушка. Это антикоагулянты? Что? Мы говорим сейчас про сердце. Венозная иностаточность – это очень размытое понятие. Если есть венозный тромбоз, это одна история. Если есть варикозная болезненно, это другая история. Профилактически я бы не знал. Давайте мы будем не беседовать, а задавать конкретный вопрос. Потому что мы в эфире, там никто не слышит ничего. Да, извините. У нас происходят беседы. При аритмии с ЧСС-37 периодически какие рекомендации? Ну, надо понять, что за аритмия с ЧСС-37. И, наверное… Поставить водителя. Да, если это правда, то истинная ЧСС-37, не пульс-37. А ЧСС-37, наверное, каждый стимулятор. Тут спасибо говорят. Еще спасибо. Где рекомендуете проводить абляцию? Бух. Она же бесплатная. Где рекомендуете проводить… Я так скажу. В том лечебном учреждении, где абляцию проводят максимально часто. Чем чаще ее проводят, тем лучше результаты. Это касается любых хирургических процедур. И сердечных, и несердечных, и эпидицита тоже. Поэтому оператор, который делает абляцию, должен быть натренирован на это. Чем он лучше натренирован, тем у него лучше результаты, меньше побочных действий. Выбирайте те учреждения, где ее делают часто, рутинно и много. Не помешает постоянная приемка, когда, кстати, говорят, Алюшу, раз вопрос зашел. А во всех областных центрах абляцию делать все лучше? Мне кажется, что нет. Про областные не знаю. Думаю, что мне кажется, во всех. Ну, хотя я за всю Россию не скажу. А вот думаю, что нет. Не готов сказать за всю Россию, но… Сейчас уж вы там за почву на артерию взялись, могу сказать, что… Почву на артерию меньше. В половине не делали, если не больше. Ну, все-таки абляция давно существует и дольше. Более рутинная процедура. Ну, ни о чем не говорить. Ну, во всяком случае, мы знаем точно, что в Москве несколько центров, да? Да, да. Которые с набитой рукой, где массово делают, и в Москве… Ну, я думаю, что в Питере, там где-нибудь, в Новосибирске… В Краснодарском крае не делают абляцию при ФП? Ну, вот ответ на вопрос. В больнице Ачаковского не делают? Не может быть, не верю. Буду неплохо проверить. Не помешает постоянный прием коронорода при абляции, выявление Ачаков в предсердиях? Нет, не помешает. Отчаяния во всех областных центрах. Вот, вы вызвали… Да я просто знаю, слушайте, если бы я не знал родного здравоохранения, я бы промолчал. А раньше сейчас назначали это Цезина, как сейчас. Я специально проект Цезина пустил, потому что сейчас его назначение – это какой-то экс-визитный случай из-за, пожалуй, одного московского только медицинского учреждения, мне так кажется. Других его уже не назначают. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, что… Не ясно. Почему не назначают? Потому что этот препарат потенциально опасный, профибридерация при тезе малоизучена и скорее должен лечиться желудочковой тихикардии. Но в руках хирургов из Центра Бакулева иногда есть такое назначение. Никого не хочу обидеть, но почти не назначаю сейчас Цезин, я думаю, что это правильно. Еще один препарат потенциально опасного действия в наших руках не хочется. Так, еще вопросы. Кажется, исчерпались. А как дегоксин-то всплыл обратно? Поведайте историю. Нет, дегоксин… Его же отменили, запретили. Нет, его не отменили. Это вы просто молодой человек. Нет, в кору это все. Дегоксин есть место на самом деле. У дегоксины есть место для пациентов с постоянной фибрилляцией предсердий с низкой фракцией выброса вместе с бета-блокаторами. Если на фоне бета-блокаторов ЧСС достигает целевой. У дегоксина есть место и без низкой фракции выброса в рекомендациях, как класс 2А, 2Б, тоже вместе с бета-блокаторами. Ну вот, возможно, сейчас вышли американские рекомендации по причине ХСН-сохранной фракции выброса. И там места бета-блокаторов практически нет совсем, без особых показаний. Если при низкой фракции выброса рутинно бета-блокаторы, да, всем, как класс 1, то при сохранной фракции выброса почти никогда нет, без особых показаний. И вот может быть там как раз дегоксин, если у пациента есть вибрация предсердия, особенно персистирующая, может быть там дегоксин как раз и должен найти себе место. А у них есть дегоксин? А почему нет? Да, собственно, дегоксин, по-моему, остался чуть ли не единственным дегитаристым препаратом, который используют, потому что к нему есть, во-первых, антидот, есть возможность быстро и дешево определять концентрацию в крови. А, ну да, старая тема была такая. Да. Ну, я почему-то немножечко ерничаю, потому что сейчас обсуждали рекомендации по гипертонии, где вдруг всплыл плафелин ненавидимый всеми, запрещенный, а вдруг он в международных классификациях появился. Как же так? Вот нам объясняли, что это препарат. Ну, у него там свое место есть. Это не важно. Как же нам же объясняли, что его надо прекратить? Нет, центральные препараты, в общем, не ушли никуда, просто они заняли свое почетное низкое место. Не знаю, насчет низкого. Ну, смотря от ситуации. Да, на практике, на самом деле, не совсем низкая, но рекомендации. Так, еще вопросы, друзья? Здесь кончились. Кончились. Давайте в зале еще кто что. Спасибо вам. Ну, хорошо, тогда я коротко закончу, как это обычно я делаю. Ну, я еще раз повторюсь, что мы сегодня опять в нестандартных условиях. У нас что-то все чаще и чаще условия нашего заседания нестандартны. Вот, я надеюсь, что это не злонамеренные вещи, а просто случайности. Но, тем не менее, это происходит. Вот, значит, в прошлое заседание у нас было в памяти Иосифа Абрамовича Кассирского. Я слегка забыл сказать, что ему 125 лет. Исполнилось 16 апреля. Вот, поэтому я восстанавливаю справедливость. Это учитель моего отца. Я его никогда не видел, честно говоря. Ну, как бы это один из основоположников нашей гематологии, да, и терапии тоже. Вот. Ну, хочу поблагодарить за доклад Алексея Дмитриевича. Я специально позвал его сюда, потому что, ну, довольно редко мы слушаем людей, которые своими руками работают и что-то делают, а не воспроизводят исключительно международные рекомендации. И, ну, избежать не удалось рандомизированных исследований. Вот. Я противник этого всего. Я знаю. В докладах. Нет, не потому что они плохие. Просто надо рассказывать о том, что вот руками делается и так далее. Вот. Ну, тем не менее, мне кажется, что вы получили удовольствие, получили рекомендации по... Вы хотите что-то написать? Нет. Сейчас я отвечу на вопрос. А где-то у меня был... А тут спрашивает, как попасть ко мне на консультацию. А. Ну, это уже коммерческий теперь вопрос. Если раньше это была бесплатная консультация, то теперь в клинику Чайка обращайтесь. Да. Вот. Ну, в общем, я думаю, что мы эту тему снова будем продолжать, потому что я, сколько себя помню, столько на обществе обсуждается нарушение ритма и что с ними делать. И постепенно вот эта формула, которую я вам сейчас воспроизвел, она была отточена, и про нее... Таша, когда вот я начинал, нас нужно было сначала выдавить обязательно яблоки глазные, потом вскрыть шею, потом, значит, шарахнуть обязательно, значит, электроимпульсной терапией, и вообще никаких других вариантов не предполагалось. Все больные должны были быть госпитализированы, исключительно в ПИД. Вот. Ну, в общем, потом все как-то немножко успоко... Очень быстро, кстати говоря, очень быстро. Это буквально за несколько лет произошло. И здесь впервые было сказано, вот что лечить пароксидно совсем не всегда надо. А это очень трудно, сказать, что лечить не надо. Это труднее, чем сказать, что лечить надо. Вот. Поэтому спасибо вам большое за доклад. Я надеюсь, что мы с вами еще поработаем. Поработаем с дикцией, это правда, я согласен. Вот. Ну, это все приходящее. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.